станок плазменорезки 47 серии с рабочим полем полтора на три сейчас проведем краткий курс по работе со станком включаем компьютер запускаем ярлык матч трелоудер выбираем профиль станка мать запущен после того как матч запущен включаем блок управления и после этого нажимаем кнопку рестор теперь станок управляется с клавиатуры управляется с помощью клавиш стрелки вперед назад право влево по x и y координате z координата управляется с помощью клавиш печь после того как у нас уже запущен матч включен блок управления включаем источник плазмы нашем случае сейчас это источник power max 45 xp версии далее добавляем управляющую программу нажимаем кнопку новый выбирая файл с управляющей программой нашем случае это будет тест тестовый квадрат 100 на 100 с отверстием внутри на 50 миллиметров загружаем у меня уже подготовлен лист толщиной 2 миллиметра сейчас нам нужно будет установить режимы резки для этой толщины металла далее вводим параметры для резки листа толщиной 2 миллиметра первое что вводим пробивка пробивка для толщины 2 миллиметра 500 миллисекунд то есть полсекунды подскок оставляем получаем 6 миллиметров это высота на которой будет производить пробивка дальше скорость скорость для толщины металла 2 миллиметра 3000 миллиметров чтобы нам ввести это значение нужно кликнуть в окно со значением ввести новое значение и нажать enter далее устанавливаем резак в левый нижний угол заготовки подвели резак возвращаемся матч обнуляем значение x y и z z оставляем на произвольной высоте далее выставляем значение на контроллере высоты двумя клавишами увеличение или уменьшение вольтажа выбираем значение опытным путем выбрали что для резки листа толщиной 2 миллиметра при скорости 3000 миллиметров в минуту соответствует значение 100 вольт при этом значение станок будет держать зазор в районе двух миллиметров далее нам остается нажать кнопку старт и начнется резко поиск поверхности металла осуществляется с помощью концевика который закреплен на кронштейне крепления резака который соответственно крепится каретки каретка свободно двигается то есть при опускании резака срабатывает концевик тем самым находя поверхность металла запустим тестовый квадрат для демонстрации поиска металла и движения резака по координатам для этого я нажму кнопку без плазмы загорится зеленый индикатор нажимаем кнопку старт рассмотрим такую ситуацию когда во время пробивки не зажглась плазма рассмотрим на примере тестового квадрата с окружностью допустим окружность вырезана во время пробивки и резки квадрата не зажглась плазма переходим к окну G кода находим строчку которая относится к резке квадрата в нашем случае это строчка м2 далее по строчке м2 находится команда м3 который отвечает за поиск металла и поджиг плазма мы останавливаем курсор на этом месте нажимаем кнопку начать со строки G код перечитывается и останавливается на этой строчке далее жмем кнопку старт появляется окно с координатами точки врезки нажимаем окей и резак будет двигаться к месту врезки резак подъехал к месту врезки ждет следующий командный старт нажимаем старт деталь дорезана также для безопасной работы на станке можно изменить высоту холостых переездов это можно сделать с экрана программы матч 3 по умолчанию стоит 10 миллиметров это значение можно увеличить ну допустим поставим значение 50 то есть резак во время переезда будет подниматься на высоту 50 миллиметров для демонстрации запускаю резку в холостом режиме на окно все 20 до 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 Во время работы в холостом режиме контроль высоты не осуществляется. Возникла такая ситуация, когда станок нужно поставить на паузу для того, чтобы достать деталь или поправить или просто отлучиться от станка, для этого можно воспользоваться кнопкой пауза. Сейчас я продемонстрирую. Нажимаем кнопку старт. Сейчас станок вырежет круглое отверстие. И во время подъема и холостого переда я нажму на паузу. Я нажал на паузу, загорелся желтый индикатор. Далее, чтобы нам продолжить резку, достаточно нажать на кнопку старт и станок продолжит резку. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok